Итак, всем привет! Продолжаю играться от ополчения в Жесть Альянс 2 Отключил я АИ мод от Севена Играю на обычном Ну, почему отключил? Потому что Мне кажется, что бои быстрее проходить стали Без его АИ моды Меньше думает Ну, а экшена меньше не стало То есть ситуация следующая Начал продвигаться в сторону Чи Цзены Ополчением Занял пригород Ну, окраины Санмоны Были такие местечковые бои здесь Ну Не особо напряженные То есть Противник за это время Набрал в Медуне армию И Двинул вперед, то есть на Камбрию Вот в этом квадрате он разделился Вот И атаковал Частью войск Ну, там, по-моему, у него человек 40, что ли, было Атаковал базу ПВО Атаковал я неудачно Зачем-то разделился То есть Ну, понятно, что Искусственный интеллект Он с человеком не сравнится Ну, вот Силами где-то человек 15 или 20 Здесь у него было Вот, атака у него захлебнулась Остальными прошел дальше И атаковал шахту в Камбрии Ну, а ополченцев у меня здесь много В принципе, 10 Больше 10 человек есть регулярного ополчения И остальные зеленые Все Ну, и один спецназовец даже есть Он присутствует В принципе Я думаю, отобьемся Ну, так Решил показать Какая у меня здесь Оперативная обстановка складывается Вот Есть Пару задумок Как организовать Скажем так Все это продвижение дальше Ну, а об этом, наверное, в следующих роликах Я сделаю А потом покажу Расскажу Да Забыл сказать Во-первых При игре от ополчения Чтобы Ваши войска держали линию фронта И не мотались по карте Здесь есть такой вот флажок Вот Который позволяет отметить клетки Нужные Где им можно перемещаться А где нельзя Куда вообще заходить нельзя То есть вот таким образом Если мы отмечаем Да Сюда ополченцы вообще не должны заходить По идее Если вот таким образом То внутри вот этих вот клеток Они могут перемещаться Спокойно Туда и обратно Ну вот Если мы выделяем желтым То соответственно Ополчение находящееся в этом квадрате Оно никуда отсюда не денется Оно будет здесь стоять Это полезно для создания линии фронта Скажем так Чтобы они не ходили Не мотались Не болтались Вот Сделал новых наемников Сделал новых наемников Трех Которых У которых будет задача Каждый из них радист Вот Радист и разведчик Ну лазутчик Их задача будет следующая Их задача будет следующая Вот здесь вот Линия фронта Да Три клетки Их трое Каждый возьмет себе По клетке С подразделением И будет двигаться В сторону Альмы Вот как-то так Примерно По сути Выполнять роль Полевых командиров Вверенных им подразделений Ну что ж Перейдем к бою Бой не должен быть Долгим Здесь у меня в секторе Присутствует Один наемник только Который здесь Я черт его не помню Чем он тут занимался По-моему взрывчатку Тренировал На шахте Себе Навык взрывотехники Вот Ну и соответственно Во время атаки Он здесь В боевом состоянии Находится Положил я его на крышу Простреливает он Вот этот участок Ну вот То есть Перекрывает дорогу Враг атакует Вот с этой стороны Отсюда он пошел Как видим Первые потери уже Есть Ополченцам дал Приказ Держать оборону Не двигаться Но все равно Несколько Умудрились выскочить На открытые участки Но я не думаю Что бой будет Сильно Долгоиграющим Как бы здесь Понятно Он атакует силами Уже 13 человек У него осталось Вот и моих Здесь человек 20 Точно есть Даже с лишним Около 30 человек То есть По-моему без вариантов Ему здесь Вот Но у него и личики Присутствуют Соответственно В составе подразделений Поехали Естественно Увеличим скорость Полета пули Чтобы она не летела Полчаса по карте Что примечательно И со старым искусственным интеллектом То есть Огонь до подавления Используется полностью Здесь Обоими сторонами Естественно Ну а ему От Севена Оно Как сказать Он Более красивый бой дает С обходом По флангам И так далее Но более долгий Букетно-пистолетный период У меня здесь Уже закончился То есть В основном Все вооружены Уже Оружием дальнего боя Что противник Что мои У моих присутствует миномет Вот у этого спецназовца Есть миномет Но только Видимо у него Только дымовые гранаты Он их тут Дымовыми гранатами Минами вернее Забрасывает Так Этот залег Мы его не видим Зацелимся на него На всякий случай Как только высунется Может перехватим Поехали дальше Нет Не перехватил Мы его вырубили Долго размышлял Куда лучше пойти Двинуть на Грам Или на Чидзену Или все-таки Постараться взять Альму Но остановился на Чидзене Она проще В плане взятия Ну и зачем мне Вражеские войска в тылу Поэтому Чидзену Все-таки В списке приоритетов первое Ну да Без модуля А и А7 Здесь конечно Искусственный интеллект Тупее Несколько Ну зато экшены больше Так ну-ка Попадет он у меня Нет Не попадает Далеко Хотя ствол у него Скажем так Неплохой Заказал ему ствол Он с четырехкратной оптикой Но почему-то Надо попробовать Семикратную Или десятикратную Поставить Тогда на ближних дистанциях Оно не очень эффективно будет Из-за туннельного зрения Мажем Мажем Ну и соответственно Нужно Нужно укреплять Как-то шахту Планирую сюда мешки подвезти С песком Построить Полевых укреплений побольше Где возможно Блокпост этот восстановить Разрушенный В прошлой атаке Мне вот что интересно Они решили наступать С стороны вот Сплошного забора С севера Скажем так Они его как Пробивать или прогрызать Собираются Взрывать будут Или как Что внутрь попасть Или пойдут вдоль забора В сторону КПП Посмотрим Дымовыми гранатами Их закидывает Минами вернее Атака на базу ПВО этих сил Была намного жестче Несмотря на то Что их там Он разделил 50 на 50 Войска Но атаковал намного жестче С использованием Подствольников С использованием С активным использованием Гранатометов Там чуть полбазы Меня не разнес Нет, никак мы не пристреляемся Хотя он его В принципе видит Даже не подавили Майор даже В составе Их подразделений Лично На поле боя привел Попробовать этого майора С молоком снять Но вообще К этому краю Опасно подходить У них там Основные силы Вон за теми колоннами Приныканы Ну вот На примере этого боя Можно будет сравнить Как ведет себя АИ от Севена И как ведет себя Обычный АИ Который здесь был Который я не менял Сейчас это обычный В прошлых видео От Севена Так, этого мы уже Вообще не видим Товарищ Он куда-то делся На эту сторону Перебегать Опасно На эту сторону Перебегать, конечно Ну можно попробовать Хотя мы здесь Так удачно Дорогу Держим Сейчас начнешь бежать Вот это перехватит Ладно Поваляемся Немножко Спецназ Мы его зацепили Хорошо Ну Основная масса Ополченцев Выполняет Приказ Держать Оборону О Попали Который Между камней Вон туда Сейчас мины Шарахнуть А у меня Миномета Держи Субтитры сделал DimaTorzok Так, мы приближаемся они к забору с той стороны Мне интересно, будут взрывать или нет Мне кажется, Саи от Севен взрывали бы А сейчас попрутся вдоль забора Конечно, меткие все, до ужаса Белки в глазик попадут с километром Безусловно Вот не знаю, будет ли возможность, когда подвезу мешки, наложить здесь на крыше Сделать скрепление Сомневаюсь Так, смог у меня нифига не видит никого Ну что, пробежимся На всякий случай Вот сюда вот Так, 36, 40 Нет, ну есть шанс попадания, но Не вот прям Так, ну давай Вот сюда 53, 57 Залечь не успеем 41, 45, 49 Ну, должно хватить Поехали Ага, в бронежилете Так, калибр-то у меня какой? Кстати 5,56 на 45 Ну Короче, по сути 5,45 Мы решили от Роспас Умудрился из паталета зацепить Спецназ здесь, мы совсем поплохил им чего-то Что он там подобрал? Что-то подобрал Не, ну все равно Полученство меняет позиции Хоть от обороны Действовать им приказ Дан Так Попробуем сейчас этого майора угомонить Не видим мы его Слушай, а гранату спулить к ним нет? Не вариант А мне гранат нет Чудесно Мне гранат нету Нет, мы не видим его вообще Смотри что О! 53 Обратно лечь успеем Нет Уменьшил я Естественно Этот самый Очки действия На Сел прилег На смену положения Ну, потому что Когда пули над головой свистят Там Явно человек не полчаса укладывается Вот А все это происходит очень быстро Как правило инстинктивно Так Ну давай вот так вот Стрельнем по нему Ну конечно Мимо Пропустил я этот момент Что у меня у смолок гранат не осталось Стрельнем по нему Стрельнем по нему Можем теперь должно хватить для полную для полного прицеливания скажем так ты смотри что чудо надет моих тут уже пачками кладут не ну сказано же был от обороны всем занять оборону никуда полезли да вот в такие моменты хочется а и отцевана вернуть обратно ну спасибо дорогой теперь я в хрен увижу в такие моменты хочется повернуться пристрелить ополченцы помощник так ну чё ж этого мы не видим до товарища мы не видим ладно неплохо да конечно кривой вот эти два товарища здесь неудачно улеглись но потери конечно у меня больше чем у противника противник более грамотно действует а Так, ну попробуем. Шкала показывает, что у меня зацеливание нормально идет по нему. Ага. Чудесно. Ляжем. Причем эти два вот ополченца попали под перекрестный огонь. Даже уйти не пытались из-под него. Нет, у этого товарища явно нужно дымовые гранаты отобрать. Эти дымовые выстрелы. Только противнику помогает. Никого не видишь, да? Никого не видишь, ну-ка. Никого не слышишь. Давай вот сюда. Так, здесь видишь, да? Ну давай вот в этого попробуем стреляться. Вот майор-то из дыма не вылезет там никак. Не собирается. Вот здесь вот с мешками застроить. Вот так примерно тут туго. Вообще по-хорошему, конечно, линию фронта нужно задвигать отсюда. А то всю шахту раздолбает мне. Кому-то поплохело. Так, не видим ли, да, никого здесь? Блин, вообще это не видим, да? Так, видим. Так, кто у нас тут самый активный? Этот с пистолетом вроде. Вот поэтому сейчас. Тридцать. Четыре, да хватит нам лечь. О, чудесно. Прилег меня, теперь видно. Надо назад отползать, ладно. Я надеюсь, они отступают, нет? Понял, что здесь ловить больше нечего. Ну, собственно, вот для сравнения. Обычный искусственный интеллект 1.13. И в прошлых видео отценивано. Ну, как по мне, и с тем, и с тем играть можно, то есть. Такая вот по этому другу. 53. Сбежать-то на ухват. 30. Ну, отступают вон они. Здесь еще хорошо. Искусственный интеллект, если видеть, что не по шансам битвы вытащутся, начинает отходить. То есть, все не мрут до последнего. Так, ни до кого мы здесь не достанем. Эти колонны мешают. Ладно, отойдем подальше отсюда. Пускай отходит. Майор, тут жеучий вылез. Опять ему дымовым по голове. Ну, ты что? Точно это спецназовый засланный противником. Чтобы во время атаки его прикрывать дымами. Чего лежать-то? Пойдем повоюем. Вражину вроде я не вижу поблизости. Сейчас где-нибудь займем. Позицию вот здесь вот. Или где-нибудь в другом месте. Наверное, к камням побежим. Ну, точно-то с противником связывается он. Я все задымил. Не ступайте. Можете приходить. Все в дыму. Так. Погнали вот сюда. Ну да, настроены они отступать, видимо. И ходят по крыше, как дом разгуливает. Знает гад, что в него стрелять свои не будут. Точно шпион какой-то. И откуда он у меня здесь взялся, кстати? У меня весь спецназ был вон на базах ПВО. Точно что-то не так. Так, господа. Не сходите ли вам в атаку? В принципе, в других секторах к камбрии у меня облачения предостаточно. Потери тут на шахте восполним без проблем. Вот мне кажется. Или при Айя-7 они быстрее бегали. Кажется. Он еще стреляет по кому-то. Вот так, для вида. Чтоб за шпиона не приняли. Гуляет, как и бульвар, конечно. Так, дым закончился. Вижу. Бегают здесь. Ну-ка. Оп. Не видишь. Странно. Почему ты его не видишь? Камешки мешают. А так ты его видишь? Видишь. Сади ему куда-нибудь так в голову. Нет. В торс. Там бронированный по уши. Всего 14. И что вы там столпились все? Сказано было в атаку. Ни фига себе. Майор куда-то под дымами ушел. Благодаря моему синенькому, который ему дорожку задымил. Вежливо. Ну вот что плохо, в родном искусственном интеллекте, грубо говоря, они не рассасываются, не рассредотачиваются. Они идут вот толпой в одном направлении. И, как правило, выстрел из подствольника или миномета решает очень многое здесь после этого. Так. Этого не надо. А этого мы не видим, да? Нифига не видим. Теперь видим. Но не попадем, скорее всего. Так, 55. 62. Да, нет, попали, но... Особо ничего. Только насмешили. Сейчас задача вот этих товарищей из камней выбить. Помочь им принять решение для отступления, скажем так. А то они еще сомневаются отступать им или нет. Чем это толпа зеленых ногами запинает. Так, вот в это вот и... 59. Ну да, попробуем. Сейчас камень помешает, стопроцентов. Ну давайте, перехватите им. О! Угу. Своему в спину всадил. Вот чем плохо, когда они наступают толпой. Начинают стрелять и вот давай друг... Друг друга. Крошить. Не знаю, все-таки, наверное, верну я... Сэвенский АИ. Кстати, можно попробовать эту же битву провести... С АИ от Сэвена. Если вам это интересно так же, как мне... Пишите в коменте, я запишу. Сохранение у меня осталось. Подключу ИИ, Сэвенский АИ. И посмотрим, как они будут действовать. Сэвенский АИ. Ну да, здесь точно это самое, ополчение дольше ходит намного. Не спеша, на прогулке, вальяжным шагом. Этот сомневается, то ли в атаку, то ли назад. Еще я отстрелил, усумудряется. Я спецназовец не иначе услышал, что я его подозреваю. Майор ужин дарахнул. Или майор сам там запнулся, за что-то упал. Да что ж ты косой-то какой, а? Вот сиди теперь. Ну вот о чем я и говорил. Даже очередь. То, что они толпой идут. Вражеская очередь по ним, конечно, много решает. Сейчас попробуем дать им команду рассеяться. Забадали кучковаться. Ого! Понятно. Так, где-то там он, да, сидит? Пятьдесят два. Успеем. Ну вот. Ну да, дай им, что рассеется, что не рассеется. Без разницы, все равно толпой прутут. Ладно, хоть многие это, укрытие используют. Так, пробежаться нужно. Фу-фу-фу-фу-фу-фу, куда-нибудь вот сюда. Восемьдесят четыре, миловато. Так. Видите, мы его не видим, да? Вот сюда придется в два захода. И вот сюда потом, вот с этой позиции, попробуем. Или вот с этой. Глянем. О! 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 Нет, все-таки с этим искусственным интеллектом будет дольше. С обычным. Из придурки еще отступать не решаются. Так, до этого мне отсюда не достанем, да? Давай, пробуем вот отсюда, тоже не видим. Отсюда тоже не видим. Так, вот отсюда тоже не видим. Нормально он там лежит, в этих камнях. Ну, давайте гранату кинчим. Правильно бей своих, чтобы чужие боялись. Так, вот отсюда. 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 Наконец попадать начали Ну как же у меня у него гранат не оказался, а? Как я бы рассмотрел это дело Так, ну давай Ах ты Он по-моему без оружия вообще, да? Сейчас уже будем глумиться прям над ними Над оставшимися Дойдем к нему его ногой Ух ты Мы его сняли Вот зато В этом искусственном интеллекте Они красиво с крыш падают От Севена я такого не видел И еще когда пуля попадает куда-то в бронежилет Его можно отбросить назад То есть вот здесь В Севеновском тоже такого не видел Вот только из-за этих моментов можно на этом Играть Так, это вы уработали, что ли? Я так понимаю А вот этот еще бежит Ну-ка Ты его не видишь, да? Ты его не видишь Так, а мы сейчас Сделаем финт ушами Вот так вот пробежимся Куда-нибудь за эту колонну добежим Чтобы вот этих двух друзей Куда у этого специалиста Оружие делалось мне вот интересно Чего он там с пустыми руками бегает? Интересно, а в плен его взять можно, нет? Вот майора бы, конечно, в плен взять Докричаться мы до него, наверное Не докричимся, да? Сейчас не может говорить, странно Угу Предложитель требуясь Требовать Это я у него требую А предлагают Это я предлагаю, да? Требовать О Сдался А этот, по-моему, не сдался Или сдался тоже Ну, чудесно Куда-то мне Куда-то мне Пленных отправили В Г-9, да? Вот сюда В Камбрию Угу Так, а у меня кто здесь есть? У меня здесь два наемника есть Ладно, я буду Разбираться С тем Что можно устраивать с пленными Их там вроде можно на деньги обменивать Их там вроде можно на деньги обменивать Информацию из них вышибать В следующем видео, может быть Расскажу Об этом Ну, как видим, ситуация следующая Подпринимает вялые контратаки Противник на шахту На базу ПВО В Камбрии Вот Но пока ничего серьезного Не происходит Здесь С левого фланга Я двигаю В фронт В сторону Чидзена Потихонечку Ополчение обучается В Амерте Вот И Как бы это самое Со временем Они тоже сюда подтянуться В сторону Санмоны На этом направлении Я выделил Трех полевых командиров Которые сейчас прибудут К своим войскам И здесь мы будем Три клетки двигать вперед Их задача дойти Вот Вот досюда, наверное Продвинуться С боями или как Вот Дальше посмотрим То есть Вообще задача В целом Выровнять фронт Заняв вот эти четыре клетки Подойдя вплотную к Алиме И здесь как-то тоже Надо вперед будет двигать Чтобы он с флангов Не атаковал Шахту Отогнать его вообще от шахты И вот здесь как-то тоже Войска выставить Ну и в ближайшее время Надо будет подвести мешки Чтобы на В базе ПВО Построить полевые укрепления И в шахте построить полевые укрепления Но очень нужно закрепляться Как-то Ну как-то так Ну ладно Всем пока Надеюсь было интересно До следующих видео Удачи